Публичное слушание – одна из немногих возможностей жителей повлиять на решение властей. Они проводятся для того, чтобы горожане могли высказать свое мнение по поводу того или иного интересующего вопроса. Таким для жителей нового района стал вопрос, что появится на месте бывшего медвотрезвителя. То, что его снесут, стало известно почти год назад, и горожане пришли с конкретным предложением, чего они хотят там видеть. В микрорайоне со сложившейся застройкой, где проживает множество семей с детьми, катастрофически не хватает элементов благоустройства и социальной инфраструктуры. Там хронически не хватает мест для молодых семей с маленькими детьми. Вам, ребята, предложили полностью профилированный под детский досуг здание. Предложение специалисты администрации и члены комиссии зафиксировали, но рассматривать не стали. Проект планировки земельного участка был подготовлен до того, как спросили мнение жителей района. И пришедшим предложили уже готовое решение – проект строительства на месте старой наркологии и семиэтажного дома. Эта идея вызвала у жителей множество вопросов, и первый из них коснулся парковок. Согласно проекту, в этом районе появится еще 26 машин и мест. Вот только разместить их, по мнению жителей, на самом деле негде. Сбоку, в которой вы говорите, что вы увеличите парковочное место, ее некуда увеличивать. Она уже парковка на 10 машин, и она упирается в одну дорожку и в другую дорожку между Зернова 41, где идет увеличение. Вы вот это сейчас? Да, да, да. И вот это сбоку, в Менделеево 76, парковочное место. Если вы внимательно смотрели, то там надо как минимум карман сколько делается? 5 метров для машины? 5,5 метров. Так вы забор, вам придется сносить коттеджи. Строительство дома плохо может отразиться и на благоустройстве района. По проекту от улицы Суворова до улицы Менделеева появится сквозной проезд, который, по мнению жителей, и вовсе лишит их дворовой территории. Организуется сквозной проезд, и по сути дела наш дом Зернова 41, он вообще отрезан всеми дорогами. То есть у нас с одной стороны идет Менделеево, здесь вот еще будет проезд, и у нас вообще нет никакой, как говорится, дворовой территории. Во время обсуждения благоустройства встал и вопрос о детских площадках в этом микрорайоне. Строительство новых проектам не предусмотрено, возводить их просто негде. Планируют лишь чуть расширить уже существующую. Я бы при данном проекте в эти добы не въехал. Во-первых, детских площадок нет. Вы говорите про детскую площадку, которая около 39 дома. А недавно жители 39 дома выходили с местной инициативой, чтобы расширить, делать нормальную площадку. Им сказали, ребят, нельзя, коммуникации нет, никакой там территории. Мы мониторили все спортивные площадки нашего города. Могу вам заявить, что вот эта спортивная площадка, которую здесь вы говорили, это просто убожество. Значит, она прилеплена к дороге. Сейчас не помню по памяти, значит, у нее ширина где-то примерно метра три, длина метров девяносто. Засыпаны киском с галькой стоят баскетбольные щиты. Есть вопросы и к высоте планируемого дома. Застройка микрорайона в основном малоэтажности, и семь этажей будут откровенно выбиваться из сложившегося пейзажа. Разве у нас на этом участке нет ограничений пятиэтажности по посадочной площадке? Там девять этажей ограничений. Вот на этом участке. Восемь. А было уже пять? Нет. Же-один в восемь этажей, да? У нас с вами пять ведь были, да? Или я не права на этом участке? У нас как бы ограничений. Семьэтажный дом, он пока не соответствует нашим правилам землепользования и застройки. Предложение и замечание горожан как крик души. Вот только будет ли он услышан. Конструктивного диалога жителей с представителями администрации в рамках публичных слушаний не вышло. Сравчанам необходим детский центр, а вот в планах у чиновников только строительство жилого дома. Вопрос. Конкретный вопрос. Можно построить там досуговый центр, а не жилой дом? Мы записали. Вы ответите мне. Это реально? Кроме жилого дома, какие вы еще варианты рассматривали по освоению этой территории? Вариант один. Жилой дом. Какой он будет? Семьэтажный? Пятиэтажный? Это было бы. Хорошо. Я вас услышал. Активную работу по информированию граждан о предстоящих слушаниях администрация не вела. О мероприятии жители района узнали от инициативной группы. Да и на обсуждение вопроса по регламенту отвели всего 20 минут. То ли организаторы не ждали большого количества участников, то ли были уверены в том, что предложенный проект долгих споров не вызовет. Так или иначе, горожане выступили категорически против семиэтажки Назернова. Будет ли учтено их мнение, покажет время. Мы будем следить за развитием событий. Мария Рунь, Владимир Есеников, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24.